в первую очередь хочу поблагодарить всех кто остался еще больше хочу поблагодарить все кто ушел потому что мы с вами увидимся позже вот это как раз про то чем мы занимаемся и почему мы сюда приехали и как меняется мнение людей я постараюсь рассказать с этой стороны потому что я занимаюсь ученым искусством 22 года владу уже не догнать но будучи 14-летним подростком мы начали просто что-то делать в городе не хочет вот в целом покажем просто о чем идет речь достаточно уже недавние проекты то есть мы называемся от посольства супернова появилась как идея возрождения да это сверхновая которая такая массивной звезды превращается очень маленькую яркую вот и наша идея была что ну мы действительно можем что-то сделать что будет заметно уже посольство появилось позже стало таким брендом потому что мы поняли что мы занимаемся коммуникации между властью и людьми между сообществами и их проблемами то есть мы переносчики такие медиаторы информации и из художников мы превратились в городских кураторов и продюсеров я вам скажу сейчас на это очень большой спрос в рамках городских проектов как это мы называем это может быть все что угодно очень важно иметь человека который решит проблемы многих вот это ну вскользь так несколько проектов достаточно горска московской области башня которая потеряла свою функцию она не естественно там наверху но по сути это было переосмысление это очень высокая доминанта на территории сейчас уже мастерской управления сенишь такой подготовитель но управленцы там готовят там губернаторы и главы разных районов проезжали вот здесь еще окна не заменены но вот она очень быстро в течение там буквально 10 дней поменяла свою функцию мы выберли вот эту первую свою награду мы с ней потому что там была очень такая интересная история взросление человека восхождение к вершинам каким-то определенным и впоследствии хотели эту башню превратить в кладром что тоже интересно ну это такой процесс важно что мы не говорим о каких-то решениях которые появляются прям сразу мы говорим про процесс проживания того или иного места и вот это такой тоже один из ключевых проектов международного гада все литомаки это башкирия проект лиды самостоятельный называется возвращение домой это на самом деле работа посвящена 75-летию победы у нас целая серия работ посвящена им и они посвящены не военным они посвящены не каким-то всемирно таким известным фактом они посвящены обычным историям людей там очень трогательная история сюжет который стал основой очень называется объятия если кому интереснее можно найти формацию появляются такие вот спонтанные арт-объекты буквально за час мы с мэром города придумали вот такую нефтекачку по словам слоганом нефтекам скачает это маленький город на севере башкирии и вся ирония заключается в том что в мэртекамске нету ни нефти ни камы и мы эту историю как раз разыгрывали как некую иронию отношения потому что в городе действительно в рамках республики делается очень много социальных проектов очень крутых общественных пространств разных фестивалей мэртекам скачают не нефть человеческие души идеи и вот там альтернатива есть такая заглавная надпись многих взбудоражило и это ключевой момент чем мы занимаемся мы на самом деле наша задача немножко всколыхнуть так всколыхнуть где-то боячку где-то как бы очевидные какие-то вещи немножко переформатировать и продолжение как раз того что сказала Влада художники тем и занимаются они концентрируют смыслы и придают им новые формы и какое-то возможное дальнейшее развитие многие проекты мы не знаем что с ними происходит они живут сами по себе делая что-либо в общественном пространстве ты уже за это не несешь никакой ответственности это могут быть музыкальные фестивали неважно то есть мы делаем ему создаем какую-то атмосферу вот здесь вот возвращаясь к вопросу то есть с кем мы работаем мы работаем по заказу муниципалитета мы не являемся каким-то официальным лицом мы не являемся НКО мы обычная коммерческая организация но сейчас уже за три месяца мы стали калининградскими я стал социальным предпринимателем калининградской области вот по одной простой причине что у нас здесь появился дом это под знаменском вот недалеко от фирмы тюнингр как раз у нас такой дом лесозаготовщиков приехали мы сюда в двадцатом году по приглашению тоже на очередной такой форум фестиваль мы рассказывали делились как раз проектами которые проходили у нас в пандемии у нас было очень много работы в пандемии и вот наткнулись на этот дом с флигелем и сразу начали думать то есть о чем будет полезен нам и людям вот это вот обладание этой недвижимости мы сразу придумали формат артрезиденции потому что мы понимали что людей с кем мы работаем это художников там порядка шестидесяти человек и сообществ с кем мы дружим по всей России достаточно много то есть мы хотим их видеть у себя и хотим приглашать чтобы у нас была площадка вот до этого у нас уже был опыт вот восстановление домов у нас в Казани купеческий дом потихоньку тоже восстанавливаем включаем их в разные программы ну понятно что очень сложно договориться с людьми даже в малоквартирном доме договориться очень сложно вот поэтому инициируем выходим ну сами делаем проекты это такое вот хобби которое уже продолжается здесь в Калининградской области и сейчас уже спустя три месяца вот заработала артрезиденция и чем она отличается от других то есть приезжая в артрезиденцию ты что-то оставляешь да как художник в том или ином формате и здесь мы рассматриваем городское пространство ну как я говорю это общественное пространство как площадку для реализации своих проектов то есть сейчас мы например в Кирхе если был концерт мы рассматриваем ее под некую выставку такие работы называют ну имеет название сайте Тификарт то есть это искусство которое внедрено в ткань города или пространство и контекст его и если ты его оттуда выбираешь то оно теряет вообще любой смысл нагрузку то есть мы очень любим выдуманные какие-то проекты они должны быть комфортные к той среде в которой они находятся вот поэтому ближайший к нам Знаменск это площадка для наших проектов реализации вот так вот проходит взаимодействие с людьми то есть мы с ними придумаем какие-то сюжеты мы делаем воркшопы спрашиваем не делись какой-то информации и зачастую информация для них которая кажется абсолютно обыденной и понятной она вдруг становится таким опорой для развития того или иного проектов то есть вот такие вот пиксельные иллюстрации это уже вторая их версия мы собирали с обычными детьми которые живут в Иннополисе Иннополис недалеко от города это забор детского сада то есть преображение просто такой достаточно банальный да у нас вся Россия в заборах то есть мы придумали технологию именно придумали которая внедрялась в это пространство то есть мы давали там мастер-классы по оформлению вот этот Сыношногорский тоже вот меди сейчас покажем что получилось в результате то есть вот это все сделано руками обычных людей у них нет художественного образования у них есть просто желание что-то сделать вот например вот этот вот пиксельной иллюстрации там будет больше позже это все по фрагментам по маленьким то есть люди вышли с инициативы мы им предложили формат и они получают результат это очень важный момент что по чуть-чуть каждый из них может сказать что я вот это сделал я вот это сделал и они уже совсем по-другому относятся к результату то есть это проект который не навязан им а который сделан ими самими то есть это полностью результат работы просто посетители Мола Меги в Казани то есть мы планировали за весь день сделать а в итоге сделали за 4 часа там в пиковый момент порядка 40 человек то есть здесь мы понимали что надо сделать какое-то взаимодействие с людьми мы спрограммировали этот момент и в эту историю очень легко вписывались дети то есть детям просто достаточно цветных красок и что-то вот а взрослые были вынуждены включаться просто потому что у них здесь совсем маленькие они не знают номеров то есть там на вот этой пиксельной иллюстрации есть номера соответствующие цветам и взрослые были вынуждены отключиться чтобы помочь своим детям то есть там такая иерархия совсем маленькие дети потом подростки и взрослые вот распределились и сделали вот такую вот работу еще один из форматов взаимодействия с людьми это квесты есть небольшие такие скриншоты того как это все происходило тогда это было через социальные сети и мы понимали что у нас проходит фестиваль период пандемии это апрель и май самые самые пиковые период двадцатого года до действовали все ограничения у нас есть официальный протокол который мы должны как-то взаимодействие с людьми провести мы придумали вот эти вот квесты они были связаны с историей рисунков истории места и надо было разгадывать достаточно такие заковыристые ребусы и этот ребус был связан с какой-то из работ то есть сейчас порядка ну это про нефтекамск я рассказываю там сейчас порядка 50 объектов очень много для маленького города вот и мы собирали такие вот подачные штучки результат у нас за сутки при населении 140 тысяч человек в городе прошло 2000 человек то есть как это сработало во первых это была работа с местными булогерами носителем информации мы придумали с ними этот формат мы сделали уникальные подарки мы понимали что люди устали сидеть дома ограничения поэтому придумали формат ночной и все вот это как бы вся эта эта механика она и дала такой результат это стало традицией погружения в результаты таких вот фестивалей не каждый поедет специально смотреть но когда ты ты делаешь вот через такую игровую форму с определенными уникальными подарками которые там даже у меня нет мы раздали просто все потому что люди были вовлечены в эту игру это вот пример работы с историческим наследием этот самый центр казани старая татарская слобода до проявания грозного сослали татар там сформировалась современная татарская культура и от стене на самом деле очень много лет она 17 века но потеряла свою функцию и в тринадцатом году когда происходило первое такое глобальное мероприятие в казани это универсиада нам предложили такую работу это была первая наша заказная работа в важном таком историческом месте мы подошли к ней с другой стороны то есть мы начали исследовать это пространство почему именно здесь а что здесь должно быть и в принципе в 2013 году мы понимали что мы должны заниматься именно этим то есть организации проектов потому что художники выбираются уже уже много финале то есть уже на старте проекта когда уже все согласованные моменты и погружаясь в историю мы начинаем замечать какие-то уникальные вещи здесь вот отражена эта история района там есть мудрец ремесленники и вот булак это было естественно географическая граница то есть татарам было бы запрещено переходить за нее они торговали по обе стороны вот эти вот лодки это ярмарки которые происходили происходило межкультурное взаимодействие через вот эту речку потом появляется вот эта работа она на самом деле сделана в рамках чемпионата мира здесь все нарисовано кроме вот этого элемента то есть архитектурные элементы мы с управлением архитектуры восстановили исторический облик окна были заложены на тот момент выполняли функцию по моему какой-то склада баенторга или что-то такое и здесь отражена история этого района это старое это синая площадь тоже историческое место торговли то есть по записям мы смогли установить что происходило в этом районе то есть торговли какими провизиями посуду там и прочее вот здесь вот наша интеграция вывески там супер новое написано вот и еще вот эта вот маленькая такая концептуальная работа которая ну просто там на воротах было написано не парковаться там вот написали просьба карету убрать не оставлять то есть это опять процесс и креатив на ходу это было придумано Лидой и главным художником Казани между прочим поэтому в нашей команде мы очень всегда часто отмечаем именно муниципальных рабочих как сокреаторов и вот что могут художники ну как бы подчеркнуть в том или ином пространстве один тоже из таких больших проектов прошлого года уже в рамках благоустройства дворов то есть есть такая региональная программа наш двор называется и вот этот вот апрель 21 года это август вот такой вот проект предлагали незабавно не смотреть потому что нам таки сказали вот сделайте вот это и нарисуйте вот это вот мы все тут решили а кто решил ну гендиректор управляющей компанией мы говорим а где здесь ну как бы что здесь про людей ну в общем хотели они обойтись простыми какими-то решениями нас уже подключили на самом старте проект уже часть проекта была сделана и вот эти вот зоны мы обозначили сами то есть нам их не говорили ну например там игровая площадка понятно она была а вот эти вот все зоны это мы прошлись посмотрели что то надо было закамуфлировать да то есть прятать что то надо было выделить сейчас вопрос пролистая что было сделано важный момент что 26 июля мы подписали договор а 30 августа мы сдали проект президента вот оказалось по исследованию этот район раньше находить ну точнее был построен на месте деревень которые там находились и наследие название этого района новосавиновский был перенят от деревни новосавиновка а новосавиновка в свою очередь приняла название у такой саин болгарский было по одной из версий это основатель для оказаний там были угодья находил на рыбалку и на охоту то есть там связь людей с природой была настолько плотная до 70-х годов прошлого века что впоследствии мы увидели ну действительно реалия вот это бойлерная которая закамуфлирована то есть совсем недалеко находилась мельница и многие жители на самом деле помнят как они выходили просто с подъезда заходили за дом и садились с удочками они там рыбачили и вот там если сверху посмотреть вот сверху это вот болото сейчас на самом деле это рука в казанке то есть это плохой техногенный фактор человека влияние весь этот район он сравнился с землей строительным мусором с этим мы тоже опять же там столкнулись но вот такими вот путями то есть преображение каких-то уже существующих элементов двор начал преображаться вот интересно вот эта работа потому что вот весь этот сюжет он был сформован из рассказов жителей потому что там до сих пор растет чайная роза мы защищали эти грядки которые садили сами жители черемуха березы березами прям точно сказали дату посадили их восемьдесят четвертом году и вот здесь вот арка это такой портал перехода от двора к воде то есть это но там по сюжету переходят именно из сухопутных растений к водным то есть такой действительно центральный выход вот к этой воде абсолютно спонтанное тоже решение появилось вот такое в калининграде есть работа этого художника Саша Блота но мы понимали что вот эти вот балконы там две свечки стоят они прям не вписываются ну прям такой противный зеленый цвет был выкрашенным все эти двери это ну просто переход лестничный вот и на протяжении 14 этажей мы протянули вот таких два сюжета с руками они находятся рядом поэтому в левой руке у нас растение водное там заканчивается поманку шинкой а с правой стороны сухопутное там в каждом балкончике есть какие-то персонажи то есть там птички рыбки и прочее появляется вот такая спортивная площадка то есть она не нарисована она выложена приходится заниматься такими тех заданиями со строчком вот та фотография которая была сверху вот появилась вот эта пустырь очевидно здесь находилась бандитская парковка и что самое вот интересное из истории людей на этой территории хотели построить жилой дом 6 этажей он же территории была внесена забором находилась будка охранника которые жители перевернули как они нам уже сказали и у них висела недалеко рельса когда они слышали какую-то суету во дворе стройка они выходили и тарабанили мне вот здесь мы единственное что они реализовали это у нас была идея взять дуб, разрезать сердцевину туда вставить вот это вот сердце в виде рельсы потому что это очень крутая история но честно просто не хватило силы и мы понимали что по ней будут просто лазить дети мало ли что произойдет безопасность ключевой фактор ну вот как раз бандитская парковка превратилась в такую многофункциональную вещь и мы же постоянно общались с этими людьми то есть узнавали у них что происходит в дворе случайным образом мы находим управляющей компании вот такую свалку поваленных деревьев они были затоплены мы их выловили почистили поставили и сделали вот эти вот перголы то есть оказалось что это затопленная береза которая порядка 50 лет она проезжала в воде она очень красивая мы лишь ее просто почистили залачили и использовали осознанно используя и вот что произошло то есть люди повально начали делать ремонты вот это прям вот это мы с социологами очень долго обсуждали этот момент потому что это матрас сделан из мешковины набитый соломой то есть это фактор подтверждал того что там жили переселенцы из этих деревень и у них была вот эта вот ностальгия по земле потому что они вот выходили и сажали что-то в этом дворе который вот гряд, который мы защищали ну вот там состоялась как раз такая презентация проекта и вот тоже наша наверное победа можно сказать что это правительство республики Татарстан то есть непростые люди можно сказать это вот историк Любовь Евгеньевна там какие-то спортсмены известны вот эта сцена у нас, такое кодовое название было мы настояли на том, чтобы не делать вот эту помпезную такую постройку непонятно зачем мы говорили, пускай чиновники будут на одном уровне с людьми и в принципе они прислушались вот поэтому спасибо если есть вопросы, то давайте есть ли вопросы у нас? спасибо большое за доклад слушай, расскажи, пожалуйста вот конкретно сейчас в Калининграде какие-то планируются проекты то есть мы уже увидели, что у вас большой опыт в других городах, в которых много что вам удалось сделать какие-то, может быть, раскроешь секреты да, да, я уже сказал коротко о то, что мы планируем сделать в кирхе Святого Якоба совместно с Тюниным мы уже владыки были и в принципе согласована концепция сейчас у нас первый художник из Иркутска он уже работает сейчас у Олега Барнина то есть нетворкинг это, конечно, сильная штука потому что она двигает очень сильно сейчас мы же президентский грант еще взяли у нас на июль, на август будет реализация этого гранта то есть у нас там порядка пяти художников то есть это будет такое достаточно заметное мероприятие у нас обычно в фестивале там где-то человек по 20-30 приезжает здесь более камерное будет в Калининградской области очень своя специфика по архитектуре и мы это как бы понимаем поэтому аккуратно с этим работаем то есть поэтому если говорить о какой-то перспективе вот объект культурного наследия для нас это такие очень интересные выставочные пространства про то, что и Влада говорил, да, происходит мероприятие и мы понимаем, ну вот я сейчас вернулся из Уфы что здесь хорошо вот там вот какая-то суета непонятная а у нас вот лес, там гектар леса, выход к речке карпы, олени, белка, собака это круто и для многих, особенно столичных, ребят этого не хватает то есть мы все из миллионников и там этого дико не хватает вот, поэтому мы хотим как бы еще положить на реальные задачи у нас сейчас вот в арт-резиденции до августа уже, на самом деле, практически все забронировано и про то, что вы говорили, там про Казань еще не сказали мне Казань сразу сказал, мы в Череховск приезжаем и к нам сейчас планируется группа из архитекторов по десять человек приехать в резиденцию то есть мы хотим их навыки студенческие, да, применить на реальных проектах а не на каких-то выдуманных баланках то есть посмотреть, проникнуться, потому что здесь очень большая специфика Казань к нам первая приехала? да ну, сейчас там у нас новый институт образовался и года не было, чтобы они не приезжали но с Казани прямой, это, метро ну, да, тут сложно было это было Дима, а что было выбраться на Калининградской области для жизни в Казанье от резиденции? да, ну смотри, у нас вот купеческий дом вот этого водочного магната и мы там по сусекам собираем какие-то артефакты у нас там есть кирпичик, да, Иван Костин написан с такой твердым знаком и для нас это клад то есть мы там изразцы вот по таким слоям штукатурки нашли просто нашли вот а здесь, в Калининградской области, мы поняли, что это настолько привычный и обыденно то есть я искал бутылку на аукционе вот этого водочного магната порядка, ну, года, наверное а здесь я приехал, и она сразу везет то есть на каждом шагу ну здесь же это очень хорошо ложится на нашу миссию суперновую то есть перерождение поэтому мы как бы так постепенно, осознанно идем к реставрации а, я еще не показал, например, момент, да что у нас дом с оригинальной штукатуркой и туда добавлялась некая то ли слюда то ли ну, как нам говорили, шелуха рыбы чешуя вот этот дом, он в оригинальной штукатурке и если ты идешь вечером или на солнце, она блестит то есть это, ну, очень интересно мы сейчас ломаем голову что с ней делать как ее вообще установить то есть она для нас очень имеет важную историческую ценность поэтому пока мы вот ну, у нас есть планы там на объект культурного наследия здесь их как бы не освоили все вот мы готовы как бы помогать вот как сейчас к нам приехал художник, да то есть мы там Олегу помогаем или на ферме тоже чуть-чуть в общем все равно мы нацелены на какую-то такую взаимопомощь развитие и сохранение истории еще нам помогали у нас уже на субботниках несколько раз были да так что ну, мотивация очень простая то есть вы поняли, что для местных вот эти вот и руины и исторические постройки и вообще вот эти вот бутылка капанина которые ну, просто тонны здесь это очень обычная вещь и она не очень так-то ценится а у нас это на везло то есть у нас там есть несохранившиеся изразцы мы хотим освоить эту технологию восстановления их произвести мы сейчас докопались с того момента что в принципе все привозилось из одних и тех же заводов в Европе что как бы купцы ну там даже в Уркутск, по-моему все привозилось да, вот здесь вот сейчас обращу внимание вот эту вот трубу мы специально вот при нас ее переварили мы ее оставили вот такой вот ржавой покрасили лаком я иду а там кто-то сидит он красит серой краской я говорю зачем мы ее тут как будто защищаем а то я смыли получилось но когда ты слышишь историю что мозаики или фрески или из графита замазываются масляной краской мы следы вручную вот так вот чистим поэтому знаем насколько это сложно насколько дорого реставрировать все это вот но это очень сильное еще и вдохновение и уникальность района дает ну действительно какие-то незапланированные результаты то есть мы вот знаем что нам просто главное привести себе резиденцию кто-то там начинает шашлычки готовить кто-то по лесу гулять и мы не знаем какой результат это самое интересное то есть я как сказал в самом начале мы всегда думаем процессом что произойдет то есть сейчас вот начнем с одного а к чему придем мы не знаем поэтому вот эти все ну руины для нас это всегда было прибежищем укрытием и ну поверхностями для рисования мы на руинах атомной электростанции рисовали в детстве спасибо большое Дмитрий интересный опыт из другого города будем внимательно следить за вашими проектами